Одеваюсь, а погоди. Раздеваюсь, полюби. Мне научили драться, колотить мужчин. Это твоя попа. В жизни я белая и пушистая. Но так как я белая и пушистая, я очень много людям прощаю. У нас есть народная популярность, узнаваемость. Народная узнаваемость и народная любовь. Согласись, это разные вещи. Ну, было непонятно, кто отец. Ручонки-то их тянутся шаловливые, до молодого тельца, да? Развратников-то старых, почему не хлещет мордой об асфальт? Не нужно искать никаких червоточинок во мне, или там, что он женат, или там, что армянин. Здравствуйте, прелестники и прелестницы. С вами я, ваш психолог Светлана Прель. А в гостях у меня очаровательная Анна Калашникова. Она певица, актриса, модель и просто красивая девушка. Даже не буду говорить женщина. Анечка, я, во-первых, тебя хочу поблагодарить за то, что ты пришла, потому что на мою программу все хотят попасть, но побаиваются. Побаиваются, потому что знают, что никаких сценариев я не даю читать. Вопросы у меня, какие я буду задавать, они возникают вдруг и рождаются здесь и сейчас. В большинстве своем много, импровизация. Тебя я сразу хочу поблагодарить за смелость и за то, что ты не боишься моих таких вот неудобных, скажем, прямо вопросов. Спасибо большое Света за приглашение и за яркое представление. Только хотела бы поправиться. Модель – это уже, конечно, наверное, в прошлом. Несмотря на то, что я на сегодняшний день очень много снимаю для рекламных кампаний, но я уже себя не позиционирую как модель, потому что я уже мама. И мне кажется, когда у тебя есть ребенок, это уже немножко не основная проблема. То есть ты хочешь сказать, если есть ребенок, то уже называть себя моделью неприлично? Ну, как-то это все-таки не то, что неприлично. Это немножко, ну, для моего понимания модели – это девочки от 16 лет и там до 26, до 27, до 30 лет. А модели, которые уже после 30 лет, они, скажем так, уже известные люди, актрисы, там, певицы, ведущие, они именно работают своим лицом, а не как модели. То есть правильно я услышала, если ты после 37 лет не сделала карьеру успешной модели, то давай уже этот пункт вычеркивать, правильно я понимаю? Нет, я не считаю, что нужно его вычеркивать. Естественно, можно основной деятельностью оставаться свои, ставить во главу угла моделирования, но у меня немножечко другие сферы деятельности плюс бизнеса, поэтому как-то называться моделью… Согласен, поэтому эта модель ушла, видишь, в самый конец представления. Молодец, да. Поэтому, да, вот на самой вершине, что мы тогда, певица или актриса? Ну, в настоящий момент я именно активно строю певческую карьеру, при всем при том, что я остаюсь ведущей, телеведущей и продолжаю актерскую деятельность, не только в кино, но и, скажем так, в роликах, в клипах, в рекламе. В разносторонней личности. Да, плюс бизнес-вумен. Понятно. Смотри, итак, приступим к моим неудобным вопросам. Давай. А может, они для тебя покажутся очень комфортными, как и это кресло. Я прочитала все, что я сейчас буду говорить. Это все я нашла в твоем досье. В 2007 году ты заканчиваешь факультет экономики, институт МАИ с красным диплом. Это так? Да. В связи с этим я хочу тебя попросить, чтобы ты нам объяснила людям, у которых нет блестящего образования по экономике, что такое ВВП и почему так важно отслеживать динамику развития этого страшного ВВП. Так как это очень важный показатель внешнеэкономической деятельности, это внутренний валовый продукт. Собственно говоря, в мировой экономике есть внутренняя экономика, есть мировая экономика. Это показатель, что каждая страна пытается увеличить, чтобы он был очень хорошим, потому что именно по этому показателю инвесторы иностранные, которые вкладываются в ту или иную страну, в развитие ее бизнеса, смотрят, стоит ли вкладываться, не стоит ли вкладываться. Потому что именно по этому показателю иностранные. Умница. Смотри, вот я когда готовилась к этой программе, я многим задавала этот вопрос, да, и все терялись. А я сказала, что хочу задать Анне, все говорят, ой, уже страшно. Как ты думаешь, почему такое мнение сложилось у людей, что вот ты точно не ответишь на этот вопрос и растеряешься, а ты очень здорово на него ответила, как будто выучила наизусть? Или тебе кто-то слил информацию, что я хочу задать тебе этот вопрос? Ну, если заговаривать об образовании, то есть у меня красный, скажем так, красный диплом, я не один, а у меня золотая медаль, я закончила школу. Получается, всю десятилетку я закончила с отличием, причем мою работу, так как у меня медаль возили в Край, я заканчивала в Пятигорске, а ее возили в Ставрополь. То есть все уже получили, скажем так, свои документы, я одна только ждала принятия решения по моим работам, и поэтому медаль мне очень тяжело доставалась. Я теперь не сомневаюсь, почему окружение твое сомневалась, что ты ответишь на этот вопрос? Как думаешь? Честно говоря, мне кажется, это стаблический образ. Да, вот, значит, такой образ, что кажется, что вот если красиво, то пусто в голове. Он сформировался, он как-то так, какой-то вот сам сформировался, благодаря, в кавычках, некоторым людям, которые как-то вот неправильно меня представляют или неправильно комментируют какие-то моменты. Ну, видишь, я очень рада, что эта передача, этот первый вопрос, ты не стушевалась, и я ответила очень-очень достойно, на самом деле, и я на тебя посмотрела совершенно другими глазами, скажу честно. Скажи, пожалуйста, вот я читаю, опять же, в твоем досье написано, что Анна Калашникова, актриса, и снялась в несколько малозаметных, это формулировка из этого досье, да, вот то, что я читаю, в малозаметных ролях. Вот скажи, пожалуйста, не обидна ли тебе эта формулировка? Это раз. А во-вторых, вот я снялась в двух фильмах в малозаметных ролях. Могу ли я считать себя актрисой? Вот, честно говоря, первый раз такую формулировку слышу, с 17 лет я в актерском деле, у меня два высших актерских образования, помимо экономического, и я считаю, что когда у тебя есть образование, ты можешь считать себя уже актрисой, ну, как у тебя по образованию, ты актриса театра и кино, плюс у меня не только российская, у меня еще американская. Я училась в киноакадемии в Лос-Анджелесе, но формулировка малозаметные роли немножко обидно, наверное, актерам, вообще любым, потому что когда мы смотрим фильм, ни одной малозаметной роли там нет, то есть каждое звено, оно важно. Вот я сейчас выпустила клип, и там кто-то обижается, ой, у меня там мало в кадре. Но даже вот эти секунды, их тоже нужно как бы создать, их тоже нужно сыграть. Если бы эти секунды, которые ты появляешься на экране, их не было, то не было бы целой картины. Это как работа всей команды. Помимо малозаметных ролей у меня есть главные роли, ну, скажем так, может быть, они не такие громкие, как «Титаник», и так далее. Ну, хорошо, и какую роль гордишься? В таком случае, конечно. Я считаю, что главная моя роль, она еще впереди, так как я считаю, что актер, он действующий до конца жизни, можно играть и… Так все отвечают, как правило. Вот на сегодняшний день. Понятно, что у тебя дальше будет продолжаться твоя творческая деятельность. На сегодняшний день яркая какая роль? Мне кажется, самая яркая роль – это как раз в моем последнем клипе, который только что вышел «По любви». И у меня там одна из главных ролей. Я играю помощницу, ну, то есть девушку Бонду с суперагентом. Мне кажется, она довольно-таки яркая, потому что я очень много трюков там исполняю. Это ты сама исполняешь, кстати, хотела спросить. Да, очень много трюков сама исполняю. Там есть несколько моментов, которые делает дублеры, но практически все. То есть меня научили драться, колотить мужчин, как-то правильно делать. А вот шпагат? Ну, частично. Я на шпагатом работаю. Частично я на шпагат сажусь. У меня он, на самом деле, неплохой, но не такой блестящий, как… Сальто назад – это кто? Дублер? Были дублеры, была девочка-дублер, которая делала некоторые моменты. Но все драки, и да, в том числе, что я там на плечах у молодого человека, я, конечно, все сама делала. Подпрыгивалась, карабкивалась, дралась, были даже повреждения. Ну, надеюсь, это сексуальное тело, которое выглядывает из-под юбочки, это твоя попа? Или дублерша попа? Или тоже секрет? Секрет. Ладно, хорошо. Ну, я думаю… Я считаю, что это одна из таких свежих, ярких ролей. А в кино у меня есть сериал «След», там я играю, ну, скажем так, роль очень такой коварной девушки, которая убийца. И я считаю, что сложно быть, ну, шикарной убийцей, там… А в жизни вот ты белая пушистая, как это платье, или есть тебе коварство? Вот в жизни я белая пушистая. Ну, почему-то вот экранный образ у меня разный. Он бывает и белый пушистый, и в то же время он какой-то бывает коварный, то ли я злодейка, то ли какая-то девушка такая вот роковая. А как противостоять конкуренции злым языкам, если ты белая пушистая? Тебя должен тогда кто-то защищать. Ну, да, это очень сложно. Как тебе удается? Нужно иметь каких-то людей. Вот, видимо, возвращаясь к теме твоего первого вопроса, отстаиваю я себя всегда сама. Но так как я белая пушистая, я очень много людям прощаю. И в связи с этим многие воспринимают это за слабость, а не за силу. Потому что простить это наоборот. Нужно быть сильным человеком, чтобы отпустить какую-то обиду. И именно из-за этого формируется такой имидж, что вот можно вот так вот писать, можно вот так говорить, а не будет никакого ответа. Сейчас честно скажу правду. Вообще говорят, что если Апрель говорит, то она говорит правду, я этим очень дорожу. Я вот поспрашивала людей, мало знакомых, кто попадался до этой передачи, пока ты приедешь, за недельку примерно. Вот про тебя кто-то говорил, кто это такая Ана Калашникова. Хотя ты уже давно делаешь карьеру как певица и как актриса. Кто-то говорил, что это с Прохором которая. В связи с этим у меня такой к тебе вопрос. Тебе вот не обидно, что твоя популярность, она возросла только после скандала с Прохором и вообще всей этой истории с Прохором. А не благодаря твоим творческим успехам певицы и актрисы. Ну как? Этот момент можно объяснить. У любого человека есть яркая какая-то такая кульминация. В любом произведении есть кульминация. После чего-то это произведение запоминается. В моей истории на сегодняшний день, видимо, это и является. Наши отношения с Прохором, ребенок мой и так далее. Это с одной стороны плюс, с другой стороны минус. Но я хочу подчеркнуть, что с 17 лет в шоу-бизнесе и до Прохора я являлась экспертом всех тех же ток-шоу. Также ходила много лет, также приходила на мероприятия, была приглашена. А выстрелила вот это, понимаешь? Ну вот ассоциировать меня больше... По этой истории вспоминают. Да. Ну есть немножко обидно, да? Вроде в творчестве все или как? Ну, честно говоря, уже это обидно, не обидно, нет смысла. А ты говоришь, в этом есть плюсы и минусы, а вот минусы... Есть плюсы и минусы. И минусы какие? Есть плюсы то, что действительно очень узнают, очень многие знают. Путешествия по России, я понимаю, что открывая любые двери, все узнают, все сразу понимают. Это есть плюс, потому что и у Прохора, и у людей, и персонажей таких, как вот я, Прохор, у нас есть народная популярность, узнаваемость. Потому что у многих артистов из «Голоса» нет этой популярности. Мы вот путешествуем вместе с ребятами на одни и те же концерты. То есть мне аплодируют, меня узнают, не зная, да, там, моего творчества, а вот их слышали, где-то видели, но вообще не узнают. А вот смотри, еще такая вещь. То есть вот это вот минус, понимаете? Ну да, согласна с тобой. То есть я как-то умею с этим жонглировать. То есть есть люди, которые остаются на этом уровне этих ток-шоу. Мы, я повторюсь, в 2016 году эта история закончилась, и третий год я строю именно сольную карьеру певческую. Я начала в 2016 году неактивно, то есть у меня буквально там одна песня, был один клип. И вот за последние годы у меня уже 15 песен, много клипов, дуэты. Молодец, поздравляю. Ну вот на последний сейчас активная такая ставка. Но это мы еще поговорим. Вот смотри, народная узнаваемость и народная любовь, согласись, это разные вещи. У тебя все-таки про любовь или узнаваемость? Я думаю, что про любовь, потому что меня очень многие любят. И бабушки, дедушки, ну все те, кто, вся аудитория дети. Очень приятно, что дети любят. А чем ты подкупаешь вот детскую аудиторию? Как ты думаешь? Не знаю, они прям... Сегодня я репетировала. Ну девочек, потому что ты такая, как красивая принцесса сказочная. Наверное, да. Наверное, больше своим внешним добротой. А бабушек, дедушек как? Мне кажется, тоже. Тем же. Ну вот они чувствуют, да? Ты считаешь, что ты... Тепло какое-то, доброту, да. Они чувствуют, что какое-то свое... Я просто родилась на йоге, у меня есть теплота, она идет от нас. И мы ее не замечаем, несмотря на то, что я много лет в Москве. Я не смогла стать такой холодной, вот как москвичи. И они, видимо, это чувствуют. Все хотят меня сразу обнять, поцеловать, прижаться. Можно просто потрогать. Позволяешь себя обнять? Да, мы очень много стоим, толпами окружают, фотографируемся. Я до последнего стою, даже когда опаздываю. Было такое, что я опоздала на съемки другой программы из-за того, что после показа меня окружило 100 детей и их родителей, и я не успела на программу. Я вот посмотрела в клипе, вот Копенкина, да, снимается у тебя Лариса. Да. Я ее встречала в жизни, очень приятная, кстати, женщина. Да. А почему вы вдруг стали дружить? Я смотрела вот передачи, где вы готовы были друг другу в глудку вцепиться, и вдруг такие подружки. Почему? Ну, я не могу сказать, что мы прям суперподружки. Подружки – это, наверное, те, с кем непосредственно каждый день общаешься. Лариса очень хороший, мудрый человек, и она как-то тоже сказала, давай уже хватит ссориться, давай дружить, ну, нечего делить уже, в принципе, конфликты все исчерпаны. Я поняла, что это абсолютно здравая мысль, какие-то тоже свои моменты прекратила в себе. А может, вы перестали уже быть соперницей или не были? Да, мы перестали, мы перестали быть. Какой-то конфликт, то он зарожден не мной. Это изначально с ее подачи был конфликт. То есть она там кидала вот это, то, что она свидетельство там, что они расторгнули брак. Ее действительно это задело или такая больше пиар история? Изменщицей, хотя этого не было. Естественно, меня это как бы... Я должна была на это что-то ответить, не отвечать, это было бы совсем неправильно. Но я всегда старалась держаться какой-то мудрости женской и спокойно на это реагировать. А она тогда говорила, что вот я там колдую, что там ребенка не родишь или еще что-то. Естественно, тут уже, как будущая мама, мне было сложно не отвечать, когда ты сидишь беременная на ток-шоу, и тебе говорят, будь аккуратнее, там вдруг что с тобой случится, там... Слушай, ну такие слова-то тяжело, простите. То есть эти моменты были от Ларисы, они не мной были придуманы. И, естественно, конечно же, это как-то негатив у меня тоже вызывало. А когда Лариса стала вот общаться подружески, хихиха-ха-ха, то почему бы и не общаться? Ну смотри, у человека, который говорит такие страшные вещи беременной девушке, да, и вдруг потом она меняет какую-то свою позицию или переодевается. Мы же не знаем, правильно? Ну, беременной женщине говорить это такая вот серьезная штука. Ну, мы эту тему с ней обсуждали. Она говорит, что ты же понимаешь, это все как бы ток-шоу, там, на эмоциях. То есть это было у нее чисто эмоционально. И, то есть как она говорит, что она ничего не планировала такого. Ну, хорошо, на эмоции, бог и судья. А вот все-таки упорно ходят слухи о том, что история ваша с Прохором – это чисто пиар-история и с его стороны, и с твоей стороны. Да, ну вот сейчас уже прошло время, у тебя совсем уже другой этап жизни. Вот сейчас можно об этом сказать или все-таки нельзя сказать правду? На самом деле, да, этап, конечно, у меня другой жизни, и у Прохора другой этап. Но, честно говоря, это какой-то магнетизм. Мы все время вращаемся, и новости, и все, что выходит очень много ток-шоу, все равно мы связаны. То есть у нас какая-то вот невидимая нить, уже у нас клан, жен, бывший жен и так далее. А как ты к Виталине относишься? Она тоже была героиня программы. Да, я, кстати, да, видела. Но с Виталиной мы задолго знакомы до Прохора того, как они начали общаться. И поначалу я очень хорошо к ней отношусь, поначалу у меня был как бы к ней негатив немножко, так как меня звали на ее ток-шоу, когда с Арменом Борисовичем, да, была эта история. И она там вела себя очень агрессивно, вы кто такая, там, ну вот на всех кидалась. То есть она может вести себя агрессивно. Да, и очень некрасиво себя вела. Естественно, я была даже где-то против там нее, потому что она себя некрасиво вела. И потом, когда уже в процессе этих ток-шоу я начала понимать ее сторону, прониклась к ней. И я ее даже пригласила к себе на радиоэфирную «Комсомольскую правду», где предложила рассказать о ней как о девушке, о женщине раненой, вот попавшей в такую ситуацию. А не как которая вот агрессивная, которая вот представляет, что она голдигерша, там, за квартирами, погналась за деньгами. И у нас был очень откровенный разговор, была очень долгая прелюдия к тому, чтобы ее пригласить на эфир. Было сложно попасть, у нее были какие-то проблемы с каналами. Но в итоге этот разговор состоялся. Он получился очень душевный. Она сама не ожидала, она призналась там про свою любовь в садике. И я ее как-то поняла по-женски, да. То есть я ее представила в своем эфире, что вот она все-таки немножко другая, не такая, как ее сделали экранный образ. Ну, в свое время у меня то же самое было. И я на этом эфире попыталась ей помочь. Потому что в свое время мне никто так не помог. Именно с этого эфира у нее какая-то пошла другая история. Потом уже появился Прохор и прочее. И все начали ее воспринимать как девушку, как женщину. А тогда ее воспринимали как мошенницу. У меня была такая же ситуация, что после вот этого конфликта с ДНК меня Прохор представил публике, что вот я изменяла, что я обманщица, мошенница и так далее. То есть совершенно предстала в тех ипостасях, когда никогда даже не могла представить себе, что я буду когда-то с этим ассоциироваться. Как говорится, не зарекаясь ни о чем. Ну, да. Ну, с ребенком-то, в принципе, у тебя было сомнение, что это не Прохора ребенка? В том-то и дело, но так как накручено было в прессе, как-то накручено было на телеканалах до такого уровня, в итоге, слава богу, это все потом... Скажи, пожалуйста, а почему пытаются, когда вот такие вот неравные браки, неравные отношения, да, вот разница в 50 лет, почему сразу пытаются при разводе накинуться на молодую девчонку, да, но относительно молодую? Мне очень нравится, да. Я думаю, что со времен Тургеневских и до Тургеневских, Пушкинских и прочих, еще тогда было модно, чтобы была молодая девушка, жена, а муж уже довольно-таки пожилой. И мне кажется, у нас менталитет, он это в крови сидит, почему мы девушек вот так негативно, да, почему я и перешла на сторону Виталина в процессе этих программ, потому что я также начала задумываться, а он куда смотрел, а он куда глядел, была жена, зачем развелся, зачем на молодую повелся. И, конечно же, эти вопросы начали осуждать и в студии тоже потихонечку. До сих пор непонятен мне этот, ну, нет ответа на этот вопрос. Мне кажется, это менталитет. Ну, ладно, в общем, это их история. Ваша общество русскоговорящее, я не буду говорить, что в рамках России, я думаю, что это в рамках СНГ, все привыкли к этому, что все-таки мужчина должен быть старше, намного старше, то есть это довольно-таки нормально. Ну, 50 лет, извините, это сильный перекос. Или когда молодой парень, вот, возвращаясь к Прохору и Ларисе, это их личное дело, я вообще считаю, хоть с конем, если конь не против, закройте дверь и делайте, что хотите. Правда, только у коня разрешение спросить, все. Главное, чтобы все были... Разрешение, как спросить, письменным людей. Ну, это уж они пусть сами договариваются, я просто образно говоря, да. Это, мне кажется, в психологии же вопрос людей. Это, да, если кому-то это мешает жить, пожалуйста, вылкнем ко мне на консультацию, поговорим. Но, вот это вот, понимаешь, правило такое обязательно в ситуации обозначить, ты будешь виноват, а ты у нас будешь жертвой. Или наоборот, ты будешь такая вот мошенница, какие-то ярлыки роли всем навешивают и придерживаются этой истории. В ситуации виноваты обе стороны. И, кстати, вот эту мудрость надо как-то развивать и психологам в том числе. А мне кажется, они, вот, нет, не надо сказать, виноваты. Потому что на тот период времени, может, у них действительно какие-то были нежные чувства, и не наше собачье дело. А как потом развиваются события, и у молодых развивается так, что, да, совершенно абсолютно по-разному, и можно там просто удивляться, как они вообще сошлись, правильно? Бывает так, что с молодыми не находят общий язык девушек. Да все, что угодно может быть, но вот мы любим найти этого самого виноватого. Кого казнить, да, кого обязательно надо вот-вот расчленить и желательно прилюдно. Крови хочет толпа, крови. Толпа хочет крови и эмоций, то есть она действует по принципу вампиров, то есть им нужно что-то с вампирировать, а это должны быть какие-то эмоции. Либо жертва ревет, плачет, либо это должны быть другие эмоции. Поэтому, к сожалению, только так. А как ты относишься к тому, что вот на федеральных каналах мы не будем называть, естественно, никакие федеральные каналы, но по сценарию разыгрывают определенные истории, и известные личности соглашаются на эти истории, ну, по той простой причине, что надо заработать денег. И им плевать на свою репутацию, да, они готовы себя вообще измазать с ног до головы какашкой, но самое главное, мы заработали денег, а там будь как будет. Как ты к этому относишься и участвовал, принимал ли ты участие в таких сценариях? Ты знаешь, я была, мне кажется, мы с Прохором были первопроходцами таких историй, после нас, у нас было 9 или 13 программ, уже не помню, и мы были рекордсменами тогда, после нас все эти истории как-то вот начали расти как грибы. И я смотрю, что у всех уже коммерческий подход. Наша история не была коммерческой, в том-то и дело, что мы на ней ничего не заработали, кроме популярности и каких-то, может, концертов, еще что-то. То, что нам какие-то предложения были, это совсем, ну, не те деньги, которые можно озвучивать и которые сейчас предлагают, я знаю, моим тем же самым знакомым, друзьям, коллегам. То есть это мы как бы были первые, и поэтому на нас это все как экспериментировалось. Если бы тогда мне как-то начали предлагать, и для меня тогда было бы это очень дико, потому что я все время считала, как вот репутация и так далее, то есть я все время боролась за последнего, чтобы вот со мной согласовывали. Но в итоге все равно нам делали подлянки, признаюсь честно, все равно было не по сценарию, как ты говоришь, у нас было вообще все не по сценарию. То есть о чем-то договаривались, в итоге монтировали, перемонтировали, все получалось по-другому. То есть я к этому уже привыкла, что телевидение, в нем есть эффект неожиданности, если ты заведомо идешь туда, так же, как сейчас, я не знаю, да, что будет дальше, то ты должен быть на это готов и согласен. Либо ты можешь потом обращаться в суд и говорить, что вот так-то, так-то. У меня были такие моменты, на что я уходила с программы, и меня уговаривали, и затаскивали студию, и я все равно уходила с программы, потому что я говорила, что если вот так-то, так-то, то я не буду снимать. То есть все-таки есть какие-то вещи, что ты уже точно не поступишь, и я звучит не буду. Мне предлагают большие деньги, как и другим людям предлагают, кто-то соглашается, кто-то нет. Но, как ты видишь, у меня не так много ток-шоу, значит, я не соглашаюсь, значит, есть моменты, элементы и принципы, к сожалению, с которыми не могу я согласиться. То есть мне предлагают те программы, которые бы мне не хотелось выпускать. Ну, может быть, ну, просто так-то у меня ощущение, что ты все время эксперт на всех программах, если честно. Эксперт, да, но я не героиня-то шоу. А, героиня, поняла. Эксперт – это отдельная вещь, ты высказываешь свое мнение, и никогда меня не заставят высказать то, что я не согласна. То есть я с огромным удовольствием хожу к эксперту, а вот меня хотят видеть героиней, и я с огромным удовольствием бы поучаствовала. Но когда мне предлагают такого плана какие-то, ну, скажем так, темы, которые, ну, вообще далеки от меня, то я отказываюсь. Естественно, телевидение нужно, что-то скандальное, что-то… Осуждаешь тех, кто соглашается на грязную вот эти сценарии? Ну, честно говоря, осуждать – это дело неблагородное, потому что люди по-всякому зарабатывают свой имидж, репутацию, деньги. Это дело каждого. Но я, например, много могла бы заработать, но я отказываюсь. Я не хочу сказать, что это правильно, может быть, это вообще неправильно, может, я глупая, может, еще что-то. Но от чего бы точно отказалась или пришлось отказаться? Вот предложение. То, что не предлагают какие-то скандалы, какие-то это, я не хочу участвовать, так как я мама, и я считаю, что для меня очень важна моя репутация. Я хочу хорошую семью, ищу детей, у меня другие цели, у меня цели больше на творчество. Я говорю, вот если вот так-то, так-то будет, то я с удовольствием приму. Они думают, 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 потом понимают, что нет, программа так не пойдет, будет нехороший рейтинг, и отказываются. Я вот видела тебя экспертом и заметила, что ты очень эмоционально комментируешь, и даже была свидетелем того, как ты вот искренне разревелась просто. Даже не расплакалась, а разревелась, да. И мне показалось, ну, прости, вот чисто психолог, как психолог сейчас осмотрю на твой психологический фон, что он сильно расшатан. Хотя ты так стараешься держаться степенно, спинку ровно, и улыбочка такая, и все, да. Но нервная система расшатана, то есть ты легко можешь заплакать. Это актрисов тебе больше, или действительно нервная система расшатана настолько, что любой какой-то вот стимул, да, такой вот, немножко подстегнуть тебя, и ты вот готова разреветься, как девчонка. Нет, на самом деле вот насчет нервной системы, это, наверное, все-таки судить психологу вам. Я считала, что наоборот, она мне не расшатана, потому что в актерской профессии у меня были с этим проблемы, наоборот, что мне нужно было, наоборот, более быть эмоциональной, легко входить в это состояние. На той программе просто так получилось, что, я же рассказывала там историю, что умер человек, и так же вот от наркотиков, ну, не будем говорить запрещенные вещи. Ну, да, значит, ты сентиментальный человек, вспоминаешь, что ты... И когда я вижу, что человек тоже в такой же ситуации, там, ну, мама в такой же ситуации, да, там, родители в панике над своим ребенком, и я понимаю, как они боятся потерять, да, этого ребенка. И, соответственно, я, конечно, просто сентиментально очень... Хочу отметить, что у тебя феноменальная память, потому что... Там просто тяжелая была ситуация, никто не видел, все говорили, что вот надо... Все начали на маму наезжать... Но это было достаточно давно, эта программа, а ты ее запомнила. Начали на маму наезжать, что вот она девочку не пускает, закрывает дома, что она ее там, еще что-то... И все говорят, а что вы все с ним можете поговорить, и так далее. Я понимаю, что в данном случае... Вот, кстати, недавно был фильм «Слава и боль», Альма Давар, да, вот режиссера, правильно, не помню. Там тоже, опять-таки, про наркотики. И там об этом же и говорится, что мозг их запоминает, и человек уже становится другим. И люди, которые сидели на программе, говорили о том, что вот вы с ней сядьте и поговорите. Я говорю, а вы хотя бы раз были в такой ситуации, вы видели живых наркоманов, поговорите с ними, хоть сейчас поговорите. Люди умирают и не понимают, от чего они умирают, потому что у них другой уже мозг. Но прежде чем стать наркоманом, да, прежде чем... Но там девочка была уже наркоманом, ну как бы... Ну да, ну ладно, эту ситуацию оставим, просто из того, что ты сейчас рассказала, у тебя, я подчеркиваю, у тебя очень хорошая память, потому что этот эфир был давно, и ты сразу сориентировалась, про какую ситуацию я говорю. Ну, просто таких ситуаций была одна, когда я разревелась на таком эфире, как правило, там... Значит, это редкость, что ты можешь так расчувствоваться, это нечастое явление получается. Я, значит, не такая уж, что и сентиментальная. Ну, я имею в виду, что такие сентиментальные ситуации не часто бывают. Да, да, умеешь держать в руках. Если что-то скрывается, люди сами начинают придумывать. Из придумок, а может, это и есть, да, вот то, что я прочитала. Он женат, соответственно, поэтому совершенно не обрадовался этому подарку, да, когда ты сообщила, что беременная. Он скрывается, он еще что-то. Вот ты можешь развеять эти мифы, что можно сказать, чтобы эти домыслы прекратились? Да, конечно, могу сказать. Неоднократно уже говорила и много раз. Он не женат и до сих пор не женат, я вот узнавала не так давно. Интересуешься. Одинок, да. Так получилось, что он, ну, скажем так, уже все рассказывал в ток-шоу, он уехал, улетел, и потом мне по телефону сообщил, что он больше не вернется, что у него проблемы и что вот я теперь одна. Он не помогает тебе ребенку? На тот период не было понятно, что я беременна и так далее. Нет, конечно, не помогает, если он улетел и все. Его видели за границей, скажем так, просто первое время, когда я вела беременность, я даже его везде записывала потом. Но было непонятно, кто отец, понимаете, на тот период. Он не женат на сегодняшний момент, он живет за границей, бизнесмен, он, у нас были очень хорошие отношения. Совершенно неожиданная вот такая ситуация, что мы расстались. Он до сих пор не был в России. Я так понимаю, что это связано все-таки с какими-то его бизнесами. Я, к сожалению, не знаю, чем он занимается, какими-то разными бизнесами, но не знаю, что там могло быть. То есть среди наших друзей, которые с ним дружили так же, как я, мы все его не видели. Ну вот, и мы все... Он скрывается? Ну, он не скрывается, он просто живет за границей. Просто я не очень понимаю. Ну, хорошо, улетел... По поводу имени, это я не сказал. А как можно не помогать ребенку? Ну, улетел и улетел, а помощь-то она может долететь или нет? Вот в том-то и дело. Мне тоже это непонятно. Более того, через наших общих друзей, знакомых я передавала информацию. То есть выходила, пыталась выйти на связь, передавала еще раз контакты. Мне сказали, что если ему, ну, то есть все передано, что он свяжется. И никто так и не связался. То есть я, как мама, хотела бы, чтобы ребенок общался с отцом. И очень хотела бы, чтобы он как-то участвовал. Не то, что мы там в чем-то нуждаемся, но у него очень большие на тот период были возможности. И, конечно, было бы не лишним. Ну, назови ему героя. Но у меня не было такой цели коммерческой, да. То есть я ребенка родила для себя, ради удовольствия своего. И как бы ращу, и воспитываю с первых дней, и с родов сама. Но я бы очень хотела. Я его искала, разыскивала. Да, вот у меня даже была мысль, может... Я просто думаю, когда ребенок уже будет постарше, мы как-то, может быть, полетим куда-то сейчас с маленьким ребенком лететь и разыскивать его по загранице как-то вот. А это немножко, Анюта, извини, что я так говорю, не унизительно разыскивать с ребенком отца. Ну, вот первое время я так и считала. Ну, фактически просить общение с ним. Я была очень... Ну, когда я поняла, что уже он отец точно, я была очень как бы негативно настроена. И меня вот тоже моя семья поддерживала, что он нам не нужен, раз он вот вообще не выходит на связь и никак не поддерживает. А может, его тоже смущало, что если ты сама не уверена была, кто отец, и мужчину это все-таки затевает? Нет, его ничего не смущало, мы расстались задолго-долго, вот что его могла смутить, поэтому нет. И, ну, скажем так, при планировании ребенка он понимал, что возможен ребенок. Это обоюдное было желание. Даже обоюдное желание было? Ну, конечно, мы же планировали вместе. Ну, тогда в два дня, конечно. Тут не нужно искать никаких червоточинок во мне или там, что он женат, или там, что армянин. Нет, я знакома, кстати, с его детьми была, он не был женат в тот период, до сих пор не женат. Может, большая армянская семья не разрешила, чтобы ты стала офицей? Нет, он русский. У меня ребенок блондин, голубоглазый. И он своих детей всех любит, то есть у моего ребенка есть братья и сестры. Нормально, тебе больше любят, а этого никак, да? И когда я выбирала этого мужчину для своего общения, я, естественно, понимала, что он такой молодец, что вот мы летим и общаемся с его детками, чтобы вот, ну, как бы он всех поддерживает, обеспечивает. У него дети обучаются в очень серьезных странах, там, в США, в Лондоне, то есть, ну, очень много. Ну, назовешь именно героя-то этого? Нет смысла, а вот объяснить по поводу имени. То есть, я была полной уверенностью, что если у нас будет ребенок, что он все поможет, все будет хорошо. Но мы расстались, еще раз объясню, задолго до того, как я поняла это, да? И, во-вторых, получается, не было смысла его имя указывать нигде, потому что человек не принимает участия никакого. Более того, я так подумала, вдруг у него действительно какая-то новая семья, может, новая любовь, новая жизнь. И я, получается, своим ребенком, может быть, он как бы, буду мешать. Именно поэтому я из благородных мотивов, подчеркну, опять-таки, благородство люди воспринимают за слабость. Из благородных мотивов нигде не упоминаю его имя, хотя он абсолютно нормальный человек, его можно упомянуть. Но так как я понимаю, что это попадет в СМИ, в новости, может быть, какая-то девушка или супруга. На тот период я считала, что это произошло, ну, как бывает, влюбился в кого-то другого и какая-то девушка увела, понимаете? Да, нет, ну, предыдущие дети же не смущают, понимаешь? Но потом я узнала, что он, это было год-два назад, я узнала, что он один, то есть не женат, детей больше нет. И что у него какие-то там проблемы были со здоровьем. Вот, я там переживала, думаю, дай бог, что все решится. И как раз в тот момент передавали мои контакты еще раз, показывали ребенка, фотографии ему. Ну, не ему лично, а через его каких-то там людей. И он сказал, что свяжется. Я подумала, ну, вот, ну, понимаешь, сейчас я расскажу его имя, а смысл в этом какой? Ну да, согласна, никакой. Я именно вижу, что в этом нет смысла. И если ребенок мой спросит, я ничего не скрываю, я покажу фотографии, дам ему имя. Я, кстати, мониторю в интернете, нет никакой информации ни о нем, ни о чем. Ни о ком, ни о нем, ни... Вот, и также общаюсь с нашими общими знакомыми, которые его видели за границей. И привет, 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 привет. И в России он не прилетает. А по самолюбию не бьет? Вот ты такая красивая, роскошная девушка, а замуж не зовут? Ну, что значит замуж не зовут? Я у меня несколько колец обручальных, это раз. В смысле? Сколько колец? Замужем я была и в гражданском браке. Вот, то есть я не могу сказать, и зовут, и много раз звали, много раз отказывалась. То есть ты уже была официально замужем? Официально нет, я была в гражданском браке с американцем. То есть официально мы подавали документы, и получается это не совсем официально. Ну, то есть тебе это не задевает? Честно говоря, какой-то период было отторжение от брака. Потому что, ну, есть определенные обстоятельства, которые мне не нравились в предыдущих отношениях. То есть это, наверное, какие-то мои внутренние переживания, которые нужно было проработать. Более того, вот этим летом должна была быть свадьба, и я ее пока отменила. А, даже так? Да, вот мы в августе должны были расписаться, и должна была быть свадьба. Но там отдельная история, я пока отменила. Ощущение складывается, что ты боишься, побаиваешься стать официальной женой. Это долгая история. Человек очень показал себя с такой стороны, что он это все услышит, я не очень хочу. Ну, наверное, агрессию какую-то проявил. Девушка, ты красивая. Очень сильно ревнует меня к моей работе. Он меня ревнует, и у нас из-за этого начались какие-то скандалы. Для начала это к работе будет. Даже в частности, к съемкам клипа. И я ему даже откровенно это сказала, давай пока возьмем паузу. Потому что, ну, вот мы не так давно опять увиделись. Он такой, у меня ничего не получается, вот давай вместе опять сидела. Но уже я как бы не очень настроена, потому что я была в работе вся, в клипах, в съемках. Сейчас новый альбом выпускаю. И подумала, что, несмотря на то, что в браке должно все, как бы это легче решаться, я подумала, что мне одной легче это решить. Не знаю почему. Вот у меня какая-то такая карма, видимо, что я одна как-то больше добиваюсь, нежели когда нахожусь в отношениях. Потому что отношения как-то расслабляют, тебя постоянно ревнуют, тебя ограничивают. А я человек... Свободолюбивый, да? Не могу сказать, что свободолюбивый, но вот мы даже идем в ресторан вместе. Там сидят люди, все смотрят на меня, улыбаются, кто-то знакомится, кто-то просто на меня смотрит. А ему некомфортно. Он говорит, давай уйдем. Ушли. Пошли дальше. Еще что-то тоже самое. Я говорю, ну ты меня в клетке будешь держать или что? И из-за этого у нас было очень много скандалов. Я долго терпела. И вот, получается, в апреле мы приняли решение о паузе. Потому что 14 февраля он опять преревновал. Мы сидели в ресторане, отмечали, преревновал. И он так легко на паузу согласился? Нет, были скандалы. Вот я да, думаешь, что вряд ли. Были скандалы, да, было многое, но, честно говоря, я просто подустала. Я говорю, ну, не знаю, что делать, я устала. Бывает такое, что все. Устала спасать то, что, наверное, сложно спасти. В моей ситуации должен быть мужчина, который будет меня поддерживать. А с ребенком ты уже знакомила его? Да, конечно. Как ребенок реагирует? Он же маленький совсем у тебя, да? Ну, уже пятый год он хорошо реагировал, нормально. А, пятый год это уже, да. Мы с ними гуляли постоянно вместе, втроем и кушали, и кафешки, и рестораны. Ну, не страшно было знакомить, да, с новым мужчиной? Нормально все. Нет, нет. Ну, с тем мужчиной, с которым долго общаешься, уже не страшно знакомить. Но в этом плане он очень как бы, как отец, мне показалось, что он должен быть очень хорошим. Потому что у него тоже есть сын взрослый. Ну, как взрослый, взрослый, чем мой. Ну, возвращаясь к твоему творчеству, вот я посмотрела клип, мне очень понравился. Я не знаю, кто там сценарий писал. Алексей Воробьев. А, очень классно, очень классно. Легко смотрится, вот прям вот ничего не могу сказать, получила удовольствие. А что хотела сказать еще? Вот песенка такая легенькая, да? Понятно, что она будет у всех на слуху, это типа Бузовой. Вот это вот водиться, не хотела разводиться. Ну, такая, ну, будут напевать, будут слушать. Чего ж там греха таить. Да, а у тебя тоже такая... Ну, у меня посыл другой. У тебя посыл другой. У меня глубокий, хороший посыл. Надо раздеваться только по любви, чего всем нам нужно. Посыл у тебя отличный. Я говорю, вот современное, понимаешь, вот это творчество. Берешь несколько предложений, таких ключевых, основной посыл. И, в общем-то, вот в голову вдалбливаешь 25-м кадром. Ну, посыл действительно хороший, что одеваюсь по погоде, раздеваюсь по любви. А было такое, что приходилось раздеваться не по любви? Вот так, если честно, откровенно. У меня лично в жизни нет такого прям, вот что прям... Было такое, что, как сказать, не от большой любви. То есть были какие-то чувства, но до конца непонятные мне. Вот, и я понимала, что у человека наоборот ко мне какие-то чувства. Вот такое плана было. Конкретно тут такой потек, что нужно раздеваться по любви только тогда, когда ты уже уверен. То есть переходить к каким-то уже интимным моментам, с таким посылом. А вот, кстати, интересно, мы рассуждаем более... В нашем поколении, в нашем поколении и младшее поколение, которые... Они вообще очень легко к этому относятся, к каким-то интимным близостям. И я вот хотела бы молодежь направить все-таки, что... Сохранить эту тайну, которая остается до последнего. То есть у меня все отношения, практически все, они были длительной прелюдии. То есть букетный период и так далее, и так далее. Почему? Не от того, что не было какой-то страсти, еще что-то... Потому что были какие-то сомнения. Хотелось бы как-то дойти до каких-то духовных близостей, да, пониманий и всего. Чтобы интересно... Анечка, я понимаю тебя. Вот смотри, я хочу, чтобы ты... А вот сейчас все торопятся. Вот какая-то вспышка, и все. Вот просто я хочу даже заполнить... Все набегу. Дополнить свою фразу тем, что вот здесь так красиво, я перестаю дышать. Вот это вот и лжи, и многие другие исполнители. Вот два бокала, вот ты танцуй шибара, и я хочу, чтобы уже сегодня ты на мне танцевала. То есть вот этот момент мне хотелось бы, наоборот, молодежь и своего ребенка, и других воспитать. Что не надо сегодня, тем более девушке, которая должна... Мы на Доме-2 часто видимся, о своей репутации заботиться. Которая хочет быть матерью, быть женой. Не нужно сразу танцевать там на ком-то первую же ночь. Нужно подумать, пообщаться, походить, повстречаться. А вот этот посыл, то, что давай прямо сейчас, смена вот этих постоянных отношений, это нехорошо то, что сейчас происходит. У нас перестали чинить отношения, у нас перестали думать над ними. Вот 70 лет, не так давно моего друга отмечали 70 лет бабушка-дедушка в совместной жизни. Вот 70 лет. Представляете, у меня родители там 36 лет вместе. У меня, к сожалению, пока нет таких отношений. Но это не значит, что я не хочу к ним стремиться. А долго жить, это значит счастливо? Вот непонятно. Мы же не знаем, что там эти 70 лет, что было. Но мне кажется, что все равно надо идти в сторону института в рак все-таки. Нет, это я с тобой согласна. Потому что семья – это основа любой стороны. Это ячейка, которая как соты должна быть. И из-за этого разрастается и мощные соты нельзя сломать, когда они вот такие прочные. В данной ситуации вот эти песни, они настраивают на то, что вот сходили в клуб, познакомились, и даже те же программы «Дом-2» и прочее, они говорят, что можно легко пойти, познакомиться, тут же там получить кучу оргазмов, и все, и все очень круто. Я против. Но если это крутит целый день, вот эта философия, она вдавливается в голову. Песенка легкая, но она с глубоким смыслом. Я против этого. А у тебя нет противоречия? Песенка легкая, а смысл глубокий. То есть вот смотри, вот так вот… Люди начали правильно ее интерпретировать. Кто-то говорит, что не раздевайтесь за рубли. То есть начали интерпретировать уже даже в таком. Потому что в нашу эпоху многих красивых девушек ассоциируют с разными профессиями древними, греческими и так далее. Поэтому тут начали эту песню им говорить, вот послушай эту песню, типа не надо так раздеваться за рубли. И так далее. Мне нравится, как идет интерпретация песни. Хорошо. А там посмотрим. Значит, она… Хочу, чтобы ты под конец нашей передачи более глубоко пофилософствовала, да, если ты говоришь, что это глубокая все-таки песня в легкой манере, пофилософствовала раздеваться по любви. Это про что? Более глубоко. Ведь мы можем говорить не только, вот я тебя полюбила, повстречалась, повстречалась, так, недельку повстречалась, достаточно ли для кого-то месяц, для кого-то год. Сейчас я сниму с себя вот платьишко, вот я стою такая вся голенькая перед тобой, вот она, истинная любовь, разделась я сейчас по любви. Это же не про это. Если ты говоришь про глубокий смысл, порассуждай на эту тему. Ну, в моем понимании раздеваться по любви, это когда переходит к более близким отношениям, ну, естественно, в паре, да, я не говорю, что там девушка просто пришла и разделась, а более близким отношениям, именно когда возникает чувство, когда не только есть желание внешнее, да, такое вот нравится, влечет, не знаю, что там затуманило голову, вот хочу и сейчас в моменте, а когда есть планирование дальнейшее, да, то есть вот хочу с этим человеком идти дальше, есть общие цели, как мы на проекте сидим, рассуждаем, вы будете развивать отношения, вы будете строить семью или что-то дальше. Вот для меня по любви это когда у вас вы смотрите в одну сторону, да, говорят, что любовь это смотреть в одну сторону, и вы вместе поймете, когда вам нужно раздеться, когда вам не нужно, может быть даже разденется, скажет, ой, давай пока не будем, вот так красиво, но пока так полежим. Всех по-разному, это и есть любовь, когда вы друг другом интересуетесь, когда вы друг другу понимаете, а не только игра в одни ворота, ой, давай вот, давай разделай, все супер, давай сейчас. А можно я немножко дополню тогда от себя, а ты, если тебе это понравится, примешь, а если нет, отвергнешь. Как я это воспринимаюсь в позиции уже своих лет, да, если ты говоришь, это более глубоко надо посмотреть на эту фразу, и у меня сейчас такая ассоциация возникла, когда я раздеваюсь по любви, я душу перед тобой оголяю, я настолько все вот эти преграды устраняю, вот моя душа, я открыта перед тобой, понимаешь, и я уже не лукавлю, я ни про какие манипуляции не думаю, не говорю, вот чистая душа, пожалуйста, бери меня. Даже больше не про одежду, да, вот такие у меня ассоциации. Очень красиво, философски, да, очень красиво, я думаю, что это должно быть слоганом. А для песни, когда я раздеваюсь по любви, я душу свою оголяю, да, красиво. И я хотела бы, знаешь, чтобы ты умыла всех недоброжелателей, ты первым вопросом их уже умыла, потому что реально ты меня удивила, я думаю, многих, что ответила очень достойно. Опять же, если не слили информацию тебе, я думаю, нет, вот, и хотела бы, чтобы ты сейчас прям всех умыла и спела. Давайте, что спеть? Ну, как хочешь, вот какое у тебя настроение, как хочешь. Мою песенку вот эту, да? Можешь свою, как тебе удобно, как комфортно, какое настроение. Давай. Каждый день ты в моем подсознании, ты мое отражение. У всех мысли твои очертания, ты проник в сновидения. Ты создан для меня, как будто бы под заказ. Ты для меня важнее пустуха. Ожидаю твой ответ, не принимаю отказ, ведь мы друг для друга созданы. Одеваюсь по погоде, раздеваюсь по любви, ненадолго ты свободен, этот статус исправим. Одеваюсь по погоде, раздеваюсь по любви, мы ведь для любви подходим. Подойди ты. Спасибо, Анюш, что не ломалась. Мне это в тебе очень-очень понравилось. И вообще, действительно, смотрите, не то, какая внешняя оболочка, но и заглядывайте внутрь. Да, вот такая совсем другая Анна Калашникова, очень сексуальная, сегодня была у нас в гостях. И с вами ваш психолог Светлана Прель. Спасибо, Анит, большое. Правда, удивила. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok